Здравствуйте, я Ольга Добрякова. Это программа «Область новостей» с обзором главных событий в регионе. Сегодня в выпуске. Кольцу пришел конец. Как грядущие перемены отразятся на водителях и пешеходах, узнал Павел Юразов. Первым с лицами Чуринской стерли именно это кольцо справа Селезневская, за мной Агапкина. Потребность в этом назревала уже давно, ведь число жителей северного микрорайона Тамбова растет по экспоненте. И в утренние часы именно кольца создают самые плотные пробки. Трудовые будни сельского участкового. Один день вместе с лучшим специалистом региона и участником всероссийского конкурса. Народный участковый Михаил Минаевым провел Дмитрий Шапкин. Сейчас мы идем проверять подотчетных лиц, так называют людей, которые ранее совершали преступление, могут приступить к закону снова. Универсальная спортивная площадка. Как жители Красносвободного оценили такой подарок, увидела Мария Шумейкина. Важно развивать не только профессиональный спорт, но и воспитывать здоровье нации, чтобы у каждого жителя была возможность заниматься спортом в комфортных условиях и рядом с домом. Ведь именно здесь рождаются будущие чемпионы. Автомобилисты областного центра попрощались с одним из транспортных колец на севере Тамбова. Однако схема движения пока остается прежней. Как грядущие перемены отразятся на водителях и пешеходах, узнал наш корреспондент Павел Юрасов. Первым с лицами Чуринской стерли именно это кольцо справа Селезневская, за мной Агапкина. Потребность в этом назревала уже давно, ведь число жителей северного микрорайона Тамбова растет по экспоненте. И в утренние часы именно кольца создают самые плотные пробки. Мичуринская кольцована круговыми перекрестками маленького радиуса, поэтому перед развязкой приходится сильно сбавлять скорость. В течение ноября проблем на отдельно взятом кольце решит установка светофоров. Мнения водителей разнятся. Однако в первую очередь изменения продиктованы безопасностью пешеходов, ведь рядом крупные детские сады и колоссального размера школа. В районе данных перекрестков находятся места массового протяжения людей, это спортивные комплексы. И в связи с этим большой поток пешеходов, и получается так, что люди не могут перейти проезжую часть, потому что нет пешеходных переходов. В этой связи возникла такая необходимость установления светофорных объектов. Наталья и таксик корректируют маршрут своих прогулок, подстраиваясь под редкие пешеходные переходы. Женщина не раз становилась свидетелем неоправданной храбрости прохожих. Еще говорят, что здесь будет светофор вообще, очень хорошо. Этот туда далеко, а вот тут вот, чтобы перейти, все перебегают. В планах у городских служб демонтаж еще одного кольца на перекрестке со Свободной. Таким образом по улице Мичуринской организуют зеленую волну и два новых регулируемых перекрестка. Освободить Свободную от кольца планируют уже в следующем году. Павел Герасов, Николай Иванов, Анна Мусатова, Область новостей. Парк предприятия Тамбов Энерго пополнился современной спецтехникой. Их ключи от новеньких бригадных уазиков в торжественной обстановке вручили руководителям районных филиалов. Специальные автомобили призваны повысить качество и бесперебойное снабжение электроэнергии жителей нашего региона. О новых маршрутах энергетиков узнала Людмила Марченко. На 20 новых автомобилей спецтехники пополнился парк предприятия Тамбов Энерго. Новая техника повысит качество проведения работ, а также обеспечит доставку бригад электромонтеров к отдаленным подстанциям и линиям электропередач. В районах электрических сетей Тамбовской области на сегодняшний день процентов 60 техники, конечно, уже превышавшие 20 лет и дальше. Новая техника – это не последняя. Будем и по цене ноября вручать в районе 15 УАЗиков. Будет более тяжелая техника – и краны, и мульчеры. Почетные гости отметили, что тамбовские энергетики всегда, несмотря на погодные условия, ликвидируют аварийные ситуации и несут в дома свет. Спасибо большое за взаимодействие. ПАО и МРСК Центр Тамбов Энерго является стратегическим партнером власти, занимается в том числе социальной работой. И мы рады, что Федеральный Центр не забывает о Тамбовском филиале. Надежное бесперебойное электроснабжение, а также повышение эффективности инвестиций являются их основными стратегическими приоритетами. Новая техника позволит повысить оперативность проведения диагностики электрооборудования, а также сократить время на выявление и ликвидацию технологических нарушений. Новый автопарк – это дополнительные комфортные опции для бригад электромонтеров. Как товарищ сказал, хорошая машина – новая машина. Во-первых, в ней есть запас прочности, заложенный заводом и все остальное. Ну и новая машина – это новые удобства. Усилитель стоит там, то, сё, все дела. Опять же, резинку зимние дали – это приятно и удобно. В настоящее время в парке предприятия около 600 единиц авто и соцтехники. Надежная техника является важным условием не только устранения аварий, но и проведения плановых профилактических мероприятий. Людмила Марченко, Николай Иванов, Ольга Кириллова. Область новостей. Я в пожарный пойду, пусть меня научат. Сегодня с огнеупорной профессией в части пожарно-спасательного центра познакомились воспитанники детского сада «Умка». Пытливые экскурсанты заглянули в каждый уголок служебного автомобиля, изучили тонкости работы спасателей, даже получили сувениры на память. Подробнее Павел Юрасов. До шкалята посетили пожарно-спасательный центр в целях ранней профориентации. Внимание не посет, моментально захватили внушительные пожарные грузовики. Детям наглядно объяснили принцип действия машины, а после пригласили их в кабину. Кому-то даже посчастливилось покрутить руль и включить мигалку. Окунуться в профессию пожарного помогла и примерка формы. Блестящий шлем и гигантского для пятилетки размера куртка. На вырост, шутят взрослые. Облачиться же в униформу спасателя под общее одобрение малышей предстояло уже самим воспитателям. Он дышит внутри. Вы слышите, что он дышит? Да. Да. Вот. Анна Николаевна, чтобы ей служба меда не казалась. Вот. Она там тоже, может, мы на нее раз мешок одеваем. И она там тоже, смотрите, внутри дышит. Воздухом. Дышит? Вот. Смотрите, какая у нас Анна Николаевна. Восторг своих воспитанников искренне разделяли и взрослые. Первый наш опыт такой, потому что мы никуда еще не выезжали. Детям всего пять лет. Вот. И здесь они получили большое количество эмоций. Мы тоже получили, как и дети, много эмоций, потому что, например, я тоже не была еще ни разу в пожарной части. Особенный восторг у детей вызвала демонстрация спасательных инструментов, расширителя и ножниц. Последними на глазах у ребят, как маленький прутик, перекусили металлическую трубу. За право забрать на память железный обрезок разыгралась настоящая битва. За время экскурсии мальчики и девочки успели составить свое представление о профессии. Спасатели спасают людей, кошек, собак. А пожарных они спасают от пожара. Мне больше всего понравились спасатели. Что они показали? Они показали человека-паука. Человеком-пауком малыши окрестили спасатели-альпиниста. Практически волшебством дошколятам показался и пневматический домкрат. Казалось бы, две резиновые подушечки оподнимают массивную газель. Сегодня детвора узнала, что пожарными бывают не шланги, а рукава. И пожарных нельзя назвать пожарниками. Они именно пожарные. И так правильнее. Но главное, это те впечатления, которые дети получили. Возможно, кто-нибудь даже выберет будущую профессию. Павел Герасов, Николай Иванов, Ольга Кириллова, Область новостей. Близится к завершению девятый всероссийский конкурс народной участковой. От Тамбовской области в нем принимает участие полицейский из Кирсановского района Михаил Минаев. Его признали лучшим специалистом региона. Сейчас он борется за право выйти в финал конкурса и продолжает охранять порядок на территории десяти поселков. Об одном дне из жизни участкового расскажет наш корреспондент Дмитрий Шапкин. Рабочий день участкового начинается рано. В семь он уже на ногах. Надежно Нивой везет по проселочной дороге до работы. Скромного кабинета в здании местной библиотеки. Условия в нем поистине спартанские. Быстрая работа с документами и вперед в рейд. Сейчас мы идем проверять подотчетных лиц. Так называют людей, которые ранее совершали преступление, могут приступить закон снова. По словам Михаила, в этом доме живет человек, который неоднократно судим. Потому участковый ведет с ним работу ежедневно. Жители с участковым здороваются, как со старым знакомым. Из дома валит дым. Хозяин ремонтирует печь. Сетует. Летом не успел. Михаил предупреждает. Никакого спиртного и не отравитесь углекислым газом. Следом в маршруте встреча с жителями, которым он разъясняет, что делать, если атаковали телефонные мошенники. По любому вопросу, обращаясь к Михаилу Владимировичу, никогда не откажет. Но в любое время суток он всегда на месте. И всегда он замечательно. Работать очень хорошо с Михаилом Владимировичем. Сюда, в Маринский сельсовет, он пришел участковым. В 2001 году, сразу после армии, ДТК остался. Михаил признается, работать непросто, но интересно. На своем участке за порядком следить срога. Например, однажды по горячим следам задержал грабителей, напавших на ветерана. Я сразу заехал, установил причину, что случилось, как случилось, не зная, кто, ничего. Ну, задержал. Задержал, во-первых, увидел, что незнакомое лицо передвигается по улице, Первомайское, села Четановка. И я сразу подошел, представился, задержал. Потом и нашел второго преступника. Все свободное время он отдает семье. В обед старается быть дома, где его ждет супруга. Михаил не скрывает, семья для него – главная опора в жизни. Спокойный, уравновешенный и надежный, с которым, как за каменной стеной, говорит жена Оксана, вместе они уже 17 лет. С детьми хорошо, с дочкой особенно, она его принцесса, моя принцесса. Ну, сын, он как, он его держит в кулаке. Маленький пока лелеет ее, пока она у нас растет разбалованная. Ну, думаю, тоже все впереди. Маленький тоже начал так рост. Несмотря на хлопотливую и беспокойную работу, свое дело Михаил очень любит и не променяет ни на какое другое. У него растет достойная смена – сын Кирилл. Он несколько лет занимается боксом и мечтает стать не просто полицейским, а участковым, чтобы, как отец, охранять порядок во всем районе. Дмитрий Шаткин, Михаил Мальцев, Александр Щеднов. Область новостей. Поддержать Михаила Минаева можно на сайте Комсомольской правды после короткой авторизации через соцсети. Проголосовать можно до 10 ноября, а победителя организаторы назовут 15 ноября. В качестве приза ему достанется новенький УАЗ «Патриот», который вручат накануне профессионального праздника Дня участковых уполномоченных полиции. Продолжаем выпуск. Рассказовский район – богатное учреждение, где дети и подростки могут всесторонне развиваться. Среди них социально-культурный центр в деревне Каменной Озерке и детская школа искусств в селе Платоновка, которая недавно получила новые музыкальные инструменты и оборудование. Как подобные учреждения помогают воспитывать в детях творческих натур, расскажет Мария Шумейкина. Это первая мелодия, которую Кристина исполняет на новеньком пианино, купленном для детской школы искусств. Но девочка уже готова резюмировать. На инструменте играется волшебно. Здесь отличается само звучание самого пианино и как играются ноты. Ведь пианино бывает разное и расстроено по-разному, и звучание нот тоже разное. А вот и юные художники. Они тоже ученики Рассказовской школы искусств. Им стало гораздо приятнее рисовать в уютном кабинете и на новых мольбертах. А ещё в школе появилась новая литература, благодаря которой ученики смогут познакомиться с творчеством художников и освоить новые виды изобразительного искусства. Преподаватель по живописи Анастасия Фролова признаётся, раньше к занятиям приходилось готовиться заранее и искать материалы в интернете. Теперь же процесс обучения стал проще. Всё можно показать, объяснить ребята на перемене, могут подойти сами полистать репродукции. Вот там также есть история самих художников, их долгий, тернистый путь к таким шедеврам. Рассказовская школа искусств постоянно развивается. Сейчас в ней учатся более 380 детей, поэтому новое оборудование, современные красивые парты и музыкальные инструменты пришлись очень кстати. Всё это стало возможным благодаря реализации национального проекта «Культура». Помимо этого учреждения, поддержку получили и другие культурные центры региона. Надо сказать, что три школы, уже у нас сегодня, третья у нас полностью завершили поставки все. Мы как раз сейчас имеем возможность посмотреть и узнать самое главное мнение качества этих инструментов, потому что они все российского производства. Это была принципиальная позиция правительства Российской Федерации. И впереди у нас ещё три школы в ноябре закончатся в Котовске, в городе Котовске, и ещё две школы будут в городе Тамбове. А это социально-культурный центр в деревне Каменные Озёрки, тоже в Рассказовском районе. Как и предыдущий, может похвастаться хорошим ремонтом и новейшей технической базой. Данное здание было полностью отремонтировано, сделано благоустройство. Жители села обращались на приём к губернатору Александру Валерьевичу Никитину. Александр Валерьевич Никитин дал поручение в кратчайшие сроки провести ремонтные работы и вдохнуть новую жизнь в данное здание. Центр совместил в себе дом культуры, в котором появилось световое и звуковое оборудование, и детский садик-колокольчик, где малыши играют в красивые игрушки в уютной обстановке. Подобных утверждений в регионе становится всё больше, ведь они открывают широкие возможности для досуга и всестороннего развития детей и подростков. Мария Шумейкина, Евгений Михеев, Тимофей Слатвицкий. Область новостей. Мичуринск на пять дней превратился в театральную столицу России. Там прошёл первый межрегиональный фестиваль в память о народном артисте Владимир Зельдиня. Восемь городов, восемь творческих коллективов и столько же спектаклей, в которых Владимир Михайлович сыграл главные роли. Наш корреспондент Марина Корякина побывала на закрытии и готова рассказать, как это было. Дело в шляпе «Кабала-Святош», «Загнанная лошадь» и «Люди ла-манчи». Все эти спектакли уже отгремели на сцене Мичуринского театра. Сегодня финальный аккорд в фестивале ставит Московский областной театр драмы с постановкой «Деревья умирают стоя». По подмосткам Мичуринского театра разливается испанский колорит Алекандро Кассона. Синьор Бальбоа на протяжении 20 лет писал жене письма от лица своего внука, которого однажды за воровство выгнал из собственного дома. Теперь супруга желает встречи с любимым отпрыском, который, судя по переписке, порядочный и успешный человек. Чтобы не рушить этот образ и не тревожить сердце своей женщине, Бальбоа прибегает за помощью к актерам. Ваш внук не приедет и не переступит порог вашего дома. Вы ведь об этом меня просите. Алекандро Кассона – это известный испанский драматург. В нашем театре тоже шла пьеса этого драматурга под названием «Дикарь». У него есть целый ряд пьес на тему вот такой, знаете, испанской. Вот немножечко так вот скипертрофировано на тему ненависти, любви, лжи. Режиссер спектакля живет в Германии. У него там свой театр, Михаил Рыбак. Вот мы его вызвали. Нас познакомила драматург Пцушкина. И вот как-то так сложилось. Это он поставил у нас пятый спектакль. Пятый спектакль поставил. Все идут с аншлагами. Мы очень довольны. Убивающая правда или ложь во спасение? С этими вопросами зрителю придется разбираться на протяжении всего спектакля. За три с половиной часа им предстоит пережить неподдельные эмоции. Постановка понравилась тем, что нельзя сразу сказать, что дальше будет. Все понравилось от первого до последнего мгновения. И директор театра спасибо Оле Богдановой, спасибо всем актерам. Мы в восторге от всех спектаклей. Во-первых, у меня дочь приехала, она не здесь живет, в Рязани. И у нас попал последний день. Вот мы решили пойти на этот спектакль. Владимир Зельдин очень хотел сыграть на Мичуринской сцене, но не успел. Мечту артиста после его смерти исполнили около двухсот актеров со всей страны. По задумке организаторов все получилось. Однако театральный фестиваль – это не только дань памяти, но и соревнования в мастерстве. И среди лучших есть те, кто остался вне конкуренции. Лучший спектакль получит, пока не слышит зритель, театр «Свободное пространство. Город Орел» за спектакль «Люди Ла-Манчи». Это был действительно изысканный спектакль, хорошо сыгранный, очень музыкальный, отличающийся ансамблевостью. Великолепно. Зрители рукоплескал, жюри довольны. Но и мы, конечно же, счастливы, что мы попали в десятку. Вместе с «Орлом» часть наград с собой увезет и Волгоград. Высоченные в дереве дипломы будут напоминать артистам о фестивале, который обещают повторить через два года. Марина Карякина, Олег Косипов, Александр Кобзарев. Область. Новостей. Современные спортивные технологии пришли в село Красносвободное. Здесь открыли новую универсальную площадку для занятий футболом и волейболом под открытым небом. Она появилась благодаря проекту «Спорт. Норма жизни». А на ее строительство потратили 3 миллиона рублей. Как жители оценили такой подарок, узнала Мария Шумейкина. Открытие новой площадки – настоящий праздник. Такого красивого и многофункционального спортивного комплекса еще не было у жителей села Красносвободное. На торжественном открытии их поздравили первые лица региона, среди которых был и глава Тамбовского района Алексей Бородин. Сегодня мы открываем абсолютно новую футбольную площадку. Плюсом у нас площадка для пляжного волейбола открывается. Благоустройство практически завершено. Я надеюсь, что весной здесь вырастет красивый газон. И вы сможете в полной мере использовать эту площадку для спортивных мероприятий. Строительство площадки велось около двух месяцев в рамках национального проекта «Спорт. Норма жизни». Главным инициатором в создании нового спортивного объекта выступил Красносвободненский сельсовет. Ведь она действительно была необходима людям. Раньше на этом месте был спортивный стадион. Но он, так скажем, был достаточно неприглядный, несовременный стадион. Поэтому хотелось бы село развивающее, в селе две школы, хотелось бы, чтобы все-таки было более современное, более надежное, скажем, более удобное место для занятий спортом. Важно развивать не только профессиональный спорт, но и воспитывать здоровье нации, чтобы у каждого жителя была возможность заниматься спортом в комфортных условиях и рядом с домом. Ведь именно здесь рождаются будущие чемпионы. Появление новой площадки юные футболисты отметили любительским матчем между командами двух школ. Заодно и протестировали ее на практике. А вот Далер пока только готовится к игре. Но он занимается футболом с третьего класса и уверен, что в силу опыта сможет оценить все достоинства современного поля. Ну тут площадка, ну тут газон искусственный, вообще офигенный, не знаю даже, ворота, сетка, ну сетка так и так, там везде это есть. Но мне больше поле нравится, не знаю, все загорожено, мяч не улетает, все, короче, нравится. Новым спортивным возможностям радуются не только юные спортсмены, взрослые тоже построили на нее планы. Я сам как человек, который с детства играл и играет в футбол, очень рад тому, что открылся подобный стадион. И теперь будет возможность не просто ходить и несить грязь, а играть комфортно и с удовольствием. Переживать не стоит, площадки хватит на всех. Этот спортивный комплекс каждому подарит возможность тренироваться рядом с домом на свежем воздухе и точно станет центром притяжения для всех местных жителей. Мария Шумейкина, Олег Осипов, Александр Кобзарев. Область новостей. И на этом все. Напоминаю, телефон нашей редакции 56 46 48. Звоните, если вам есть о чем рассказать. Оставайтесь с нами. Всего доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова